Добрый день дорогие друзья, смоленский блогер Евгений Гордеев. Друзья, сегодня я хочу вместе с вами рассмотреть вопрос о чиновниках и простом народе. О том, стоит ли критиковать чиновников по делам их или не стоит. О том, как относится к этому наш президент Владимир Путин. Ну, собственно, с этого и начнем. С президента Владимира Путина. Президент России Владимир Путин призвал терзать и трясти чиновников на местах, чтобы оказывать помощь гражданам, не дожидаясь очередной прямой линии. Ну, прямой линии с президентом, понятно. В ходе выступления перед участниками, например, 19-го съезда Единой России, это было в сентябре 2020 года еще, но и сейчас, конечно, актуально, глава государства отметил, что членам партии нужно досконально изучать запросы людей и незамедлительно реагировать на их проблемы. Ну, почему только членам партии? Или он имеет в виду, что на руководящих должностях сидят только члены партии Единой России? Нет, у нас вот 11,5 лет губернатором Смоленщины был Островский, ЛДПРовец, ярый, так сказать, обласканный властями и церковью, но, тем не менее, который вынужден был уйти. Смысл работы, по мнению президента, заключается в объединении общества вокруг долгосрочной стратегии развития России. Путин подчеркнул также, что не следует скрывать, заметать под ковер какие бы то ни было недостатки. Конечно, не следует этого делать. И 25 ноября 2022 года Владимир Владимирович Путин во время встречи с матерями, мобилизованных наших ребят, мобилизованных на специальную военную операцию, заявил, что среди чиновников есть те, кто относится к людям свысока, небрежно, с холодком. Да полно таких. Нужно избавиться от такой манеры общения. Также президент подчеркнул тогда, что очень важно эту корку безразличия чиновников различного уровня из каких-то государственных структур стирать. Вы понимаете? То есть чиновник сидит весь в корке, такой свысока, небрежно, с холодком смотрит на граждан. И гражданин этот должен всыпиться, значит, в эту корку и содрать с чиновника. И тогда перед нами представит новоявленный чиновник с младенческой кожей, так сказать, и уже без свысока, без небрежности и холодка. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий органы власти создавать свои социальные страницы в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности. Понимаете? То есть многие чиновники поняли это еще и так, что они должны свои собственные страницы создать. Не страницу той структуры, которой он руководит, так сказать, ну официальную страницу так называемую, а и свою собственную страницу. И вот я сейчас с радостью отмечаю, что наш новый губернатор Василий Анохин, Василий Николаевич Анохин, создал такую страницу и, так сказать, она повседневно обновляется. Я и сам туда кое-что писал, правда, куда-то исчезал некоторые мои надписи. Но ничего, пробьемся. Уточняется, что паблики будут обязаны создавать и организации под ведомственные госорганы и органы местного самоуправления. Ну, я что-то не видел, значит, официальной страницы Министерства охраны лесов, значит, всей живности, которая там бегает, не видел такой страницы. Ну и тем более страницы личной, товарища, руководителя, товарища его министра, тоже не видел. Президент Владимир Путин подписал указ о создании информационной антикоррупционной системы «Посейдон». Это страшная такая вещь, страшная, но не для нас с вами, ребята, а для коррупционеров, коими славится Россия. Мы там на каком-то, так сказать, из последних мест значимся по уровню коррупции. Так эта система «Посейдон» должна объединить сведения о собственности и деятельности чиновников, а также сигнализировать, если алгоритм находит потенциальные нарушения. Курировать систему будет администрация президента, уже курирует, уже там есть в правом управлении, по-моему, или в информационном управлении администрации президента целая группа специалистов, которые мониторят, мониторят и мониторят интернет-пространство, социальные сети, для того, чтобы вышелушивать оттуда, так сказать, отделять мух от котлет и зерна от плевел, и ложить на стол президенту данные о том, не данные, а конкретные, значит, не статистику, а конкретные факты, где выявлен с помощью «Посейдона» некий чиновник, который живет непосредством, у которого дела расходятся с тем, что он говорит и так далее. И оператором этой системы выступит Федеральная служба охраны ФСО. Данные для мониторинга будут поступать из всех возможных источников, включая социальные сети. Так что я не зря сотрясаю здесь воздух перед вами, друзья. Я надеюсь, что и мои какие-то ролики попадают в систему мониторинга, и там специалисты узнают из них что-то новенькое о своих чиновниках, в частности, чиновниках Смоленщины. В частности, мой товарищ, работающий сейчас в правовом управлении администрации президента, мне позвонил и сообщил, что там выявлено, отмониторено, значит, и взято на контроль вот это вот дело, дело его министра Минлесхоза Смоленской области Шарина против пенсионера Гордеева. И что они с этим будут делать, я не знаю, но поставлено на контроль и отслеживается ситуация, потому что чиновники, оказывается, по России десятками, сотнями и тысячами подают в отношении простых граждан иски в суды с тем, чтобы как бы за критику их деятельности или бездеятельности на своих рабочих местах, они подают иски о защите чести и достоинства. То якобы эти критика в средствах массовой информации их унизила честь и достоинство. Вот, я думаю, с этой целью ставят на контроль и докладывают потом, видимо, куда следует, поскольку это администрация президента, возможно, даже и самому президенту. Указ о запуске Посейдона был подписан президентом еще 25 апреля 2022 года, но мы точно не знаем, нам не обязаны докладывать данные какие-то о системе Посейдон, о том, что она намониторила, что она выложила президенту, что послала в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Я просто хочу, чтобы чиновники, смоленские в том числе, знали о том, что такая система есть, и знали и боялись. Посейдон поможет надзорным органам проверить подозрения в коррупции, а также найти предметы незаконного обогащения. Соответственно, речь идет о коррупционных, прежде всего, правонарушениях. В случае коррупционных преступлений, таких как хищение средств, присвоение имущества государства, взятки и так далее, должны проводиться полноценные уголовные расследования. Для следственных органов Посейдон станет дополнительным мощным информационным ресурсом. Будем надеяться, будем надеяться. Дело в том, что, например, в Соединенных Штатах Америки подобная система действует уже не первый год и приносит свои огромнейшие плоды, огромнейшие плоды с целью выявления коррумпированного чиновничества. Вот, друзья, значит, что я вам хотел сейчас сказать, чтобы вы участвовали в том, что сказал Владимир Владимирович Путин, а именно терзали и трясли чиновников на местах, чтобы они оказывали помощь нам, гражданам, не дожидаясь очередной прямой линии. Нам очень многое нужно сделать. И ни в коем случае нельзя воспринимать болезнь на любую критику в наш адрес. А нужно воспринимать это как руководство к действию. Нужно быть благодарным людям за то, что не обращают внимание на те вопросы, которые мы еще не решили. А сейчас я хочу представить вам свою песенку, которая называется «Посмертная критика». Контракоба Контракоба жалил коброй побояней, чтоб уж не встал. Мы считали, что он добрый, а он всех перестрелял. Грязь втоптал чечен-мингушей, и татар переселил. А войну вот гад ползучий полроссей погубил. Мавзолей себе построил из мрамора метро. Говорят, что он присвоил даже планы Гойл-Ро. На костях колхозы создал, а на скелетах города. А на груди для маскировки лишь одна горит звезда. Сталин умер, сняты все запреты. Не отсиживайся, не зачкуй. Чтобы было слышно всему свету. Критикуй, критикуй, критикуй. Век был каменных орудий. Медный, кажется, был век. Десять лет при кукурузе Жил советский человек. Травополье и заглады Замечательный почин. А нам Америки не надо, мы свою здесь создадим. Зеленомы поднимаем. В Украине дарим Крым. Дружим с Кубой и с Китаем. А в Новочеркасске что творим? Мир так хрупок и непрочен. Но на страже мы стоим. А в ООНе аж галошей по трибуне постучим. Нет, Никиты, сняты все запреты. Не отсиживайся, не зачкуй. А чтобы было слышно всему свету. Критикуй, критикуй, критикуй. Восемнадцать лет застоят. Годы пьянок и наград. Кто-то бам ненужный строил. А кто прислуживать был рад. Вы красиво говорили. Из трибунки вали нам. Коньячок с лимоном пили, А мы червивку. Так, да. Восемнадцать лет застоя. И ура, и одобря. Восемнадцать лет подполья. Достижений октября. Расходились слова с делом. Был простор для болтунов. А на генеральном теле много звезд. И орденов. Прежним умер. Снят все запреты. Не отсиживайся. Не сачкуй. Чтобы было слышно всему свету. Критикуй, критикуй, критикуй. А другой страдал маразмом. И дрожащей рукой. Ордена давать гораздо был. Перед тем, как на покой Целый год его под ручки Выводили на паркет. Доводил страну до ручки Перед смертью добрый дед. Он воспитан, был в застое. Словословием страдал. Ни черта он не построил. А ни хрена он не создал. Хорошо, что мало пробыл. У руля и у ветрил. Опустилась крышка гроба. И народ его забыл. Константину Синыч было нету. Не отсиживайся. Не сачкуй. Чтобы было слышно всему свету. Критикуй, критикуй, критикуй. А потом пришел Андропов. Только жаль, что мало был. Он бы всем натрать мог жопы. Да, не дуг его убил. Он призвал бы всех к ответу. Заборядочек в стране. Жил по ленинским заветам. И погиб, как на войне. Будь в кино ты или в бане. Все равно, коль справки нет. Тебе поздно или рано. За прогул держать ответ. Там железною рукою дисциплину укреплял. Но последствия застоя он недолго устранял. И Андропов тоже канул в лету. Не отсиживайся. Не сачкуй. Чтобы было слышно всему свету. Критикуй, критикуй, критикуй. Корбачев пришел на смену. Свежий ветер перемен. Развалил в Берлине стену. Слил афганский контингент. Девятнадцать миллионов членов сдал КПСС. Ждут нас новые законы. Перестройка и прогресс. Трезвостью грозил народу. И лозу повырубал. А к двухтысячному году Всем квартиры обещал. Сдал великую державу. Предал партию народ. За грехи конец бесславный. Чертом меченого ждет. Михаил Сергеевич всех нас предал. Не отсиживайся. Не сачкуй. А чтобы было слышно всему свету. Критикуй, критикуй, критикуй. Но вот Борис пришел на царство. Речистан, как говорил. Он большое государство. На кусочки развалил. Отдал все америкосам. Ах, зачубайсил всю страну. И народ несчастный бросил Криминальную войну. Прихватили все заводы. Самолеты, корабли. Они оставили народу. Ни клочка родной земли. Ни дроводы, ни лес и горы. Олигархам отданы. Больше нет родных просторов У разграбленной страны. Ельцин умер. Ельцин к ответу. А не отсиживайся. Не сачкуй. Чтобы было слышно всему свету. Критикуй, критикуй, критикуй. А может быть при жизни надо Болтунов критиковать. И заслужа на награды Работягам раздавать. Не бояться бюрократов. Болтунов не избирать. А зажравшихся бы надо Смест насиженных сымать. Честность, верность, слову, гласность И свобода нам нужны. И чтоб народ Стоял у власти Ведал судьбами страны. Беспартийный С партбилетом Или добрый христианин. Ты в стране за все в ответе Человек и гражданин. Путин рулит Вновь полно запретов. А не отсиживайся Не сачкуй. Чтобы было слышно всему свету. Критикуй, критикуй, критикуй. Чтобы было слышно всему свету. А критикуй, критикуй, критикуй. Ну что ж, друзья. Всего вам всем доброго, здоровья, Всех благ и мира нам всем. Мира на Украине И на всей нашей земле. Пока.